всем привет с вами тормот и сегодня мы с вами продолжаем исследовать эту планету planet explorers игрушечка называется кто не знает игрушка замечательная как видите я немножко избавилась от мальцы но это не силами настроек игры пришлось немножко покопаться так на одном из форумов я нашел как немножко убрать это и вот такая у нас теперь картинка напоминаю нас все стоит на ультра вот игрушечка старенькая и мы сейчас будем с вами разговаривать щеном ну ладно давайте вначале общие вопросы потом уже будем квест это действительно дерево как считаешь похоже на гриб конечно похоже что это за песня которую ты слушаешь все время да давайте узнаем все-таки это старая песня которую пела моя мама я ее храню чтобы вспоминать о доме если хочешь я могу дать тебе музыкальный плеер ты можешь найти его в своем мобильном телефоне ух это хорошо что это придумано в игре туда можно вставлять всякие мелодии но мы к сожалению этого делать не можем иначе нас завтрашки права начнут ругать ладно я не знаю но он крутой по он крутой парень он не должен был так легко сдаться тем не менее в таком месте никогда не угадаешь к северу отсюда есть гнездо птиц красных ворон я хочу проверить его просто чтобы убедиться я хотел бы чтобы ты пошел со мной я дам тебе формулу гранаты и несколько готовых гранат чтобы ты был на готове ладно идем почему бы нет хорошо я отметил место на твоей карте пойдем чьян пойдем пойдем и вижу вот в ту сторону правильно да все верно вот в эту сторону исследуйте гнездо пойдемте у нас все снаряжены да давайте сейчас быстренько перепроверим я снабдил опять же наших девочек медикаментами как видите едой еду им дал так что все хорошо так это я у вас забираю вам это не нужно и вот этого мне нужно так у тебя запасная батарейка есть до запасная батарейка есть все побежали побежали а еще давайте наверно перезарядим наша рубежка вот и вперед вперед заре навстречу посмотрим что мы с вами сможем сделать кстати очень интересные идею мне подсказали как можно летать не знаю получится ли нет конечно это как тут не очень высокий давайте проверим ее сказано то что если что можно забраться на кактус и лететь уже с кактуса но 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 блин тут еще и проблема забраться на кактус такой попрыгунчик так ну честно сказать мне эта идея кажется немножко не нужен выше кактус или больше территории но мы потом на своей базе базе обязательно сделаем вышку с которой как раз и будем прыгать и лететь на самом деле полет это намного быстрее хотя можно на каком-нибудь из этих валунов забраться наверное также быстренько лететь а там у нас носорожек понятно о волке давайте быстренько волков прибьем чтобы они нам не мешали так а того волка так не прибили он убегает от вас хорошо собираем здесь всем так это носорожек и носорожек и нам не нужны так вот это собираем так ну что ж продолжаем продолжаем нам надо вот в ту сторону может конечно и носорожек убить но у меня мясо честно скажу очень много давайте я вам покажу сколько у меня мясо вот у меня уже больше одного стека поэтому мясо особо мне не нужно очень много уже всего собралось делом потом как-нибудь покажу свои карьеры о я уже по моему вижу вот это место нам и нужно так а давайте и миску съедим что получить бонус боевой боевой бонус это очень хорошо вот видите один медок съели и уже получили бонус но мы два съедим вот напоминаю что он дает атака плюс 5 и защита плюс 5 вот а воевать то здесь придется и придется ой 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 как ладно посмотрим говорит это гнездо красных корон так что это за место в любом случае нам нужно в гнездо что посмотреться для этого нужно или отвлечь птицы или избравить избавиться от них по-другому придумай что-нибудь легко 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 совершенно так мы будем выманивать вот в эту сторону и здесь постараемся с ними подраться вот так закрываем открываем инвентарь и выставляем сейчас они к нам сюда прилетят и это честно сказать мне не очень бы так но можно начинать и так да в движении как-то он очень мажет слишком большой разброс надо все-таки стоя так но остался последний честно сказать и зим так не надо не надо не на меня она у меня щит все равно но сейчас они ее добьют ох так ну давайте все соберем как я сказал все очень просто гнездо это не очень страшно что мы кстати да хрена мясо с них падает я смотрю так неплохо по 300 чем-то и конечно же а вот жира не особо много падает о и они опять появились блин ладно наши турельки готовы поэтому можно надо занимать это место иначе они так сейчас будут бесконечно появляться они сюда вот видите плюются кто-то задело меня ладно давайте сюда придем чтобы они больше не появлялись или мы там кого-то не добили меня вроде все все хорошо да вот учено появился вопросик поэтому они больше не должны нападать но я так думаю по крайней мере так ну с гнездом и разобрались даже лучше чем я думал так это было жестко да не сказал бы на самом деле ладно скажем что это было жестко не вижу никаких признаков человеком какое облегчение но что это меня бросает вздрожь я не думаю что мы одни в этом месте интересное предположение что это за место невероятно это похоже на своего рода алтарь мало того судя по размерам этого места кто бы не построил это он должен был быть таким же огромным мне кажется выбрали мы выбрали не ту планету на которой можно потерпеть крушение какой-то и догадливый чен так ну давай что теперь я собираюсь доложить доктору кратеру ой карту о 9 и о том что мы сейчас видим это не да не к добру странно однако что мы не столкнулись с теми кто мог построить это место это вы не столкнулись я уже столкнулся это место выглядит очень странным хорошо хорошо все он убегает мы можем конечно здесь еще смотреть что-нибудь такие вот оооо какая моська какая прикольная моська сделаю скриншотик как раз на доставочку очень хорошо ладно надо забирать наши турельки и продолжать наши приключения посмотрим что нам какие у нас дальше будут квесты и что нам придется делать потому что пока что у нас все так давайте откроем журнал или у нас ничего нету нет это последние диалоги да у слушайте у нас квестов то не осталось надо набирать квесты набирать квесты так тебя мы забираем как видите они без патронов то есть они палят постоянно это такие вот турельки ими нужно базы базу так оставить здесь наверное да наверное так и оставлю пускай здесь будет такой постаментик на всякий случай а мы с вами посмотрим куда же мы с вами теперь направимся а вот видно уже видите где есть такие вопросики значит там мы можем получить квесты но перед этим бы очень хотелось бы заглянуть к нашему доктору да давайте вначале заглянем доктору или хотя нет давайте я вам сейчас покажу некоторые свои добывающие добычу где-то у меня карьер где-то у меня шахты так меня просили покопать немножко и показать как и что я делаю хорошо давайте сюда переместимся так ну вот мы у карьера это карьер где я добываю медь как вы видите вот эти вот темные места это в основном медь вот это у нас гранит или мрамор а нет вот сверху мрамор это у нас гранит и вот сразу же видно просто я пластами снимаю здесь прям не обращая внимания то есть я выбираю что что-либо у меня сейчас кирка позволяет на единичку и вот видите сразу же таким пластом ну давайте вот приблизительно вот так вот раз и вот пошел а вот там сверху пишется сколько я и чего собрал то есть я даже не обращаю внимание снимаю чисто пластом сколько чего не имеет значения и вот этот пласт когда снимаете вам показано меди 21 железо 40 олова и вот такими вот пластами все это снимается ой так ну я щас не буду копать я вам показал это так это у меня карьер вот такой вот карьер это самое первое место и у меня есть еще угольная шахта здесь именно шахта давайте мы сейчас придем туда так ну вот мы у угольной шахты как видите она здесь сверху такая неказистая здесь сюда конечно ночью вот у меня стоят здесь факела чтобы не промазать где находится эта шахта так как уголь находится глубоко то это у нас идет как полноценная шахта мы спускаемся вглубь потому что здесь все у нас нету угля вот таким вот и вот здесь начинается уголь как видите я здесь точно так же полостами снимаю делаю большие комнаты потом спускаюсь ниже на слой и снимаю еще один слой может быть просто сделаю большой большой здесь котлованчик не знаю но вот таким вот образом здесь совершенно спокойно все это делается вот такие шахты у меня прорыты шахты которыми я как раз и занимаюсь где и добываю все ресурсы есть еще нефтяная но там я еще там все сверху находится я очень нефть очень случайно встретил я шел по бережку моря и смотрю что среди песка проявляются такие крапинки нефти я такой ого она здесь очень близко и начал сверху снимать слой действительно там очень много нефти оказалось вот ну ладно сейчас разговор не об этом я вам показал как и что я добываю и где это все добывается и теперь нам нужно продолжать двигаться по сюжету перемещаемся наверное в давайте в лагерь нет давайте вначале не в лагерь марсиан или хотя бы почему давайте сразу же в лагерь марсиан перемещаемся так вот мы с вами появились да вы посмотрите вот здесь у нас давайте мы сейчас стой 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 почему бы не поработать вместе а ну ты я понял да 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 и ты у меня тоже вот вы у нас два квестовых что случилось с эпифанией мы столкнулись с чем-то на орбите возможно что-то было запущено в нас местными жителями этой планеты мы расследуем это и узнаем окончательный ответ когда придет время хорошо как ты здесь оказался мы построили более укрепленное поселение к северо-востоку отсюда губернатор скайраннер также там я собираю выживших с марсом пока другой корабль доберется сюда это займет некоторое время так что мы будем делать все чтобы выжить понятно только скорее всего придется делать мне подожди а почему только марсиан ты действительно думаешь что марсиане и земляне смогут ужиться в такой ситуации я не хочу никаких внутренних конфликтов между нами сейчас особенно с учетом того что здесь есть местные разумные виды поэтому мы умышленно разделяем эти две группы после того как все успокоится мы свяжемся с основной группой чтобы объединиться я уверен что мы сможем что мы не сможем долго выживать находясь мы не сможем долго выживать находясь отдельно и замкнуто ладно так ладно а как насчет людей с земли а мне не было возможности увидеться с другими землянами но я надеюсь что они согласны с нашей идеей разделения на данный момент если ты увидишь кого-либо из них дай им знать понял тебя ох так и у нас еще нэн есть нэн поговори со мной почему ты присоединился к миссии по колонизации потому что так мне приказал мой отец он тогда много наговорил мне о чести нашей страны на самом деле он просто хотел чтобы я исчез и не мешал старшему брату когда он будет наследовать семейную компанию на самом деле об этом я нисколько не жалею я получил возможность побывать в местах где до меня никого не было молодец давай действительно о туземцах спросим а я как раз хотел спросить твое мнение о том как это произошло это просто фантастика чтоб ее теперь вероятно вся планета знает что мы здесь не думаю что для нас это закончится хорошо представь все что местные прибывают солнечную систему убивают там несколько людей да мы бы их ядерными бомбами закидали да 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 я с тобой согласен у тебя есть что-нибудь для меня эй я работаю над том двигателем автомобиля он готов для изготовления но мне нужны ресурсы чтобы заставить его работать можешь ли ты пойти и достать тем что я тебе перечислю ну давай перечисляй все у меня все это есть стой твоя просьба исполнена здорово здорово вот держи мой самый лучший шедевр но пока пока я не создам следующий понятно у нас уже есть второй двигатель а машины пока нету но я пока что не хочу делать машину мы ее обязательно сами сделаем то что я скачал мне там уже написали тормот сделай сам на это придется потратить целую серию потом конечно же мы сами создадим свою машину только вначале нужно открыть и добыть все ресурсы я не хочу делать деревянную машинку которую потом мы сразу выкинем так что ты собираешься делать я собираюсь проверить все оборудование которое у нас есть и посмотреть сможем ли мы сделать что-то более современное я уверен что Альфонсо пригодятся мои навыки по созданию вещей с которыми можно противостоять местным в конце концов нам придется перебраться на континент Ньютона я не слишком хорошо учился на курсах подготовки но кажется что между континентами есть какой-то мощный пояс ветров так что мы должны построить что-то что может выдержать это выдержать его эй если у тебя есть время то сможешь отвести меня к Одиссе я хочу поговорить с ней на эту тему Одисса так лагерь землян да конечно пойдем хорошо я буду готов как ты скажешь о ты сказал что она была неподалеку от берега мы должны мы мы довольно близко к реке но почему бы нам не сделать лодку и не отправиться туда к ней довольно круто да вот позволь мне дать тебе формулу ну вот нам еще и формулу первые лодки дали давайте выучим так граната как раз автомобильный двигатель номер два рубка судна винт судна руль судна и штурвал судна понятно это хорошая идея конечно отправиться на лодочки но это дохрена потраченных ресурсов и честно сказать не особо рациональные будут потраченные ресурсы потому что лодку которую мы с вами сейчас сделаем она ну я говорю с учетом того что у нас очень плохие материалы у нас нет алюминия это самая большая загвоздка пока что нам нужен алюминий ну и конечно же и хотелось бы сделать золотые вставки так давайте посмотрим что вот тут у нас лагерь землян это у нас лагерь одисы на самом деле мы можем очень быстро переместиться к лагерю одисы и выполнить это задание надеюсь он вместе с нами переместиться давайте наверное так и сделаем сейчас переместимся и быстренько выполним а спроводите я в лагерь одисы да а лодку пока делать не будем так джек и и какой-то дэк дэкш или дакш так ладно все до свидания возможно я кстати здесь кое-что оставлю давайте-ка мы сделаем вот так вот ой хотелось бы починить киркум мы сможем плюс одиннадцать плюс одиннадцать восемьдесят три плюс одиннадцать но не сильно она поломалась нет не буду ее чинить это у нас ремонтный ну и конечно заряжать батарею я насколько вижу мы только одно деление с вами потратили на батареи ладно давайте перемещаемся туда будем перемещаться быстрым перемещением и переместимся к огню гаву огнемедведей посмотрим появится ли он вместе с нами ну вот эй тормот постой можно я чуть-чуть пройдусь с тобой я хочу сходить на запад изучить явление радиопомех но побаиваюсь идти туда в одиночку после моей тягостной истории с местными мне с тобой такой в отчёчках нянчится что ли о нет нет ты же идешь на запад к лагерю земли верно просто я не на луку пойду с тобой сила в количестве как говорится похоже у меня нет выбора не так ли да нет однако нам действительно надо найти способ убрать эти помехи наше выживание может зависеть от этого я тебя понял нан я его нен называю на его нан ну ладно ох это здорово тебя видеть одиса лао на на рад видеть где остальные часть вашей группы где остальная часть вашей группы они спорят о политике или типа того нам нужно поговорить о технике одиса эй где остальные марсиане они на северо на северо северо западе отсюда у нас жизнь здесь не будет политических проблем не так ли потому что они мне неприятны нет нет не беспокойся об этом она просто ворчливая по характеру ха ха ну наконец-то я смогу присоединиться к своим друзьям такая блин мадамочка ой кстати она вот нам как раз дает ладно давайте мы ее еще немножечко порасспрашиваем и возьмем у нее квест надо будет кстати еще пробежаться по всем нашим старым друзьям потому что они тоже могут дать квесты и притом такие неплохие так почему так не любишь землян по-моему тебя уже спрашивали на этот вопрос давайте уже быстренько о... да слушайте это уже все было почему то участвовавши в этой миссии на марсе ее ничего не держало так по обмену у тебя ничего не появилось нет у тебя как было все медицинское так и осталось Так, это мы с кем с тобой говорили Да, ну и давайте Здесь пациент уже поправился Я, конечно, пойду в лагерь Марса Если вам от меня больше ничего не нужно Иди Иди, девочка, иди Не мешайся под ногами А вот Одиса Что именно С Наном вы обсуждаете Нан хочет начать Разработку нового Какого-нибудь корабля Которая сможет достичь континента Ньютона Интересно Не можем ли мы Просто Доснастить спасательные шлюпки В самолеты Какого рода судно Доснастить спасательные шлюпки Это они имеют ввиду Вот это, это спасательные шлюпки Давайте действительно спросим Почему бы не доснастить их Ну, мы могли бы Но спасательные корабли не предназначены Для продолжительных полетов в атмосфере Их двигатели относительно маломощны Потом на экваторе Есть пояс ветров Скорость которых 300 км в час Ни хрена себе витрюшка Не думаю, что мы благополучно Провели Через них спасательную шлюпку Понадобится Что-то с корпусом покрупнее А куда более И куда более мощными двигателями Понятно Погоди минуточку еще раз Что это за пояс с ветром В 300 км в час У меня у самого такой же вопрос возник Что это такое Метеорологи и астрогеолог Наверное, ответили бы точно Но все же на экваторе Марии Существует штормовой пояс Шириной в 200 км Мы видели его с орбиты Помните Вызывает Вызывает его Как я помню С чьих-то слов Гравитация двух крупных лун Обращающаяся В экваторе В экваториальной плоскости Марии Давайте предупредим ее о местных Наверное, рассказал мне Я все еще Перевариваю Слегка неожиданно Что за ерунда Как это мы не знали С нашими технологиями зондирования Это невозможно Теперь мне кажется Что нас Вместе со всей этой миссией Швырнули в логово льва Кто-то в МКК Точно знал Что они И все равно отправил нас Черт, да среди нас самих Есть люди, которые тоже знали Как пить дать Ты знал об этом? Так, ладно Так, мы тебя уже спрашивали Участвуешь ли ты Хорошо Ты хочешь отправиться В лагерь землян? Чего лагерь землян? А лагерь мессиан Тоже есть? А я-то думала Что мы должны были Преодолеть раскол И человечество Раскол в человечестве На этой миссии Да, да, да Надейся, надейся Ну, вообще-то Да ты шутишь Чтоб тебя И о чем только думал Губернатор Скайрайнер И мне она Казалась разумным Человеком Эх Ну, тут делать Больше нечего Все полезное Что Что еще Можно снять С корабля Уже Помечено И я могу Вернуться Сюда Прихватив Прихватить Что-нибудь В любое время Можешь идти Вот только Не знаю Пойдет ли с нами Даида Да, скорее всего Нет Просто дай нам Координаты лагеря Мы сами туда Доберемся Не волнуйся Понятно Хорошо Вот они Координаты Все Дуйте отсюда Так Нам осталось Только в лагерь Землян Ох В лагерь Землян В лагерь Землян Сюда И вроде бы Как нигде Ничего не появилось Но мне кажется Давайте все-таки В наш центральный Лагерь Мы тоже с вами Быстренько сбегаем Так Ну давайте Хоть и 53 мяса Но у нас мяса много Поэтому проблем Не должно быть Давайте переместимся И посмотрим Есть ли там Вообще Какие-нибудь квесты Так Ну давайте Нет Здесь ничего Ничего так нового Не появилось Но ничего страшного Да Все как было По старенькому Так и осталось Да И даже ничего нового Не появилось Хорошо Остается только Последнее О Кстати А здесь у нас Нет Сундучок Потом мы будем Сами крафтить Такие сундучки Вот Ладно Тогда у нас Впрямиком Отправляемся В лагерь землян Так Откуда мы пойдем Я предлагаю Наверное От пещеры Муравредов Отсюда И мы Отсюда Отправимся К лагерю землян Это будет Самая близкая Точка Перемещаем Так Ну что ж В путь Давайте лучше Оббежим Не буду я тут Запрыгивать На самом деле Мы можем Выкопать И просто И легко Туда забраться Хотя здесь Пологий проход Есть Ладно Побежали Вперед 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 Так Кстати Уже Темнеет О Вот это Вот это Чучело Очень красиво Выглядит Сейчас я вам Его покажу Если мне Удастся Так 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 Все Оборачивается Он не хочет На меня Вот Ладно Потом их В ночи Можно встретить Они прячутся Внутри Деревья Садятся Вот так Ну точнее Не в самом Внутри А в деревьях Там где Есть Такой Промежуток Туда Залезают И сидят Там И спят Так Ну что ж Там я Смотрю Посмотрите Какие Посмотрите Какие там Сверху Плоды Большие Ладно Вперед Так Нет Здесь нам Не хватит Место Разогнаться Разогнаться И Полететь Ладно Двигаемся 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 Вот эти Вот это Все Я пока Что еще Не уделял Время На сборы Поэтому Лесных Растений У меня Достаточно Мало Но мы Что-нибудь С вами Найдем Или Потом Я к Следующей Серии Подготовлю И У нас Будет Все По крайней Мере Если Нас Здесь О чем-то Попросит Так Давайте Все-таки В металле Бегать У нас Выносливость Очень быстро Заканчивается Сейчас Она Восполнится Потому что Я же Не просто Я бегу С усилием Поэтому Выносливо Тратится Можно Просто Конечно Бежать Но Так Не очень Быстро Восполняется Энергия Ну Хотя Тоже Нормально Так Ладно Вперед 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 Нет Все-таки Здесь Низко Лагерь Земля Нам Еще Надо Будет Свой Лагерь Сделать И Честно Сказать Меня Огорошили Некоторые Я Почитал Форумы Там Еще Что-то На Самом Деле Те Места В Которые Я Не Доходил В Прошлый Раз Когда Играл В Прошлой Версии Там Оказывается Очень Много Чего Такого Я Сказал Б Печальненького Происходит Когда Мы Построим Свой Город Нам Надо Будет Обязательно Уделить Внимание Экономики Потом Мясо Перестанет Быть Деньгами Когда У нас Появится Город Конечно Появятся Обычные Деньги И Появится Нормальная Экономика И Вот Тут Придется Уделить Очень Много Времени Экономике Города Чтобы Это Не Было Просто Так Наш Отсталый И Если Он Будет Наш Город Очень Отсталым Поверьте Это Будет Очень Печально Так У нас Здесь Вера Морик Ну Ну Посмотрите Кто У нас Здесь Рад Что Вы Справились А Вы Как Поживаете Госпожа Олимпус Ох Тормот Ты Жив Можем Можешь Поверить Случившееся Я Плохо Тебя Понял О чем Ты Вообще О Каком Случившемся О чем О случившемся Ладно Нам Надо Здесь Все Теперь С вами Переговорить Хотя Нет Давайте Вначале Поспим Сейчас Темно Слишком И Скоро Начнут Выползать Жуки А Жуки Как Вы Помните Мы Их Не Особо Долюбливаем Так А Это У нас Кто Туда Дал нам Формулу Которая Нам Нафиг Не Нужна Да Ну Ладно Ух Еще И Железный Меч И Железный Щит Нам Дали Ну Мы Это Уже Все Знаем Давайте Надо Быстренько Поспать Да 16 часов Достаточно Но Как раз Только Фонари Включились Сейчас Мы Поспим До утра Ох Надо Было Хоть Под Крыло Лечь Такие Под Дождем Сейчас Мы Будем С вами Болтать Со Всеми В Лагере Землян Я Сейчас Скажу Торма Ты Так Нудно Читаешь Или Еще Что Нибудь Типа Этого Ну Ничего Страшного Потерпите Потому Что Я Хочу Знать Сюжет И Сюжет Здесь Играет Немаленькую Роль Уверяю Вас Потом Когда У вас Начнется Вымирание Или Еще Что Либо Вы Не Будете Понимать От Страшного Застряли Хорошо Начнем 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 Наверное С тебя Приветик Ух Сколько Тут Болтовни Ваша Команда Еще Не Сталкивалась С Ночными Существами Похожие На Огромных Насекомых Темные Существа Агнес Называет Их Муравредами Там Увиделись Они Боятся Света Так Что Мы Не Слишком Опасаемся Их Понятно Вы Сталкивались С какими Следами Разумных Тутенцев Разумные Местные Ты Шутишь Эта Планета Была Одобрена Межзвездным Космическим Комитетом Как Пригодная Для Колонизации Блин Нам Всем Нужно Следить Понятно Как Ты Думаешь Должны Ли Отделиться От Марсиан Сейчас Конечно Почему Нет Обычно Мы Не Получаем Никакой Пользы От Взаимодействия С Марсианами Могу Эте Чем Помочь Я На Этой Планете Потому Что Мне Всегда Хотелось Стать Настоящим Искателем Приключений Вот Ты Точно Здесь Сидя Еще Тот Искатель Приключений Как Герои Из Моего Детства Но Я Не Знаю С Чего Начать Вот И Будешь Сидеть И Не Знать Я Думаю Что Можешь Дать Мне Стальной Меч Да Без Проблем Стальной Меч Одна Штука Забирай Твоя Просьба Исполнена О Это Выглядит Потрясающе Спасибо Теперь Чувствую Себя Как Настоящий Искатель Приключений Как Тебе Мало Надо Что Тебе Еще Чем Я Могу Тебе Еще Помочь Я На Этой Планете Потому Что Мне Всегда Хотелось Стать Настоящим Блин И Опять А Что Ты Хочешь Мне Нужно Выбрать Щит Может Стальной Да Без Проблем Ох Как Мало Надо Людям Стальной Щит У меня Кстати Сталь Надо Скоро Сделать Стальной Щит Та 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 Твоя Просьба Исполнена О Это Чувство Великолепно У меня Есть Свой Собственный Меч И Щит Я Жду Приключений Ну Ты Вода Ёж Чем Я Тебе Еще Могу Помочь То То Сам Я Хочу Настоящее Приключение Пойти Исследовать Окрестности Конечно Пойдешь Со мной Не так Лим Ух Давайте Быстренько Взглянем Начать Приключение Это Ты Очень Близко Решила Начать Приключение Мы Туда Сходим Но Позже Так Давайте Мы Пока Что С остальными Поговорим Так Так Надира Чем Я могу Тебе Помочь Я Хочу Провести Кое-какие Исследования Здесь И доказать Некоторые Некоторые Наверное Некоторые Из моих Теорий Так Я Следую Биомы Этого Континента Ваша Команда Приземлилась Степном Биоме Верно Я Хочу Проверить Его Ты Можешь Проводить Меня Туда Да Блин Вы Уже Взяли Задание По Защите Нельзя Взять Подобное Задание Пока Предыдущее Не Завершено Все Я В Вас Понял Ладно Давайте Посмотрим Что Что Нам По Основным Ой А Давайте Заглянем Что У них Тут Так Вы Посмотрите У них Здесь Какая Консоль Стоит Так Это Ремонтный Агрегат Я Вижу Консоль Консоль Которой Я Воспользоваться Не Могу Пока Не Могу Видимо Но Я Думаю Это Временно Блин Хоть Всем Костры Ставь Так Ладно Давай С тобой Поговорим Так Марик Хитоми Сказала Мне Сказала Мне Где Вы Но Я Жидал Видеть Больше Людей Точно Для Лагеря Землян Здесь Просто До Хрена Народу Ха Ха Это На самом Деле Встречался С ней Когда Она Вернется Что Она Тебе Сказала Что У нас Было Девять Человек Видишь Ава Ушла В Марсианс С Марсианином На запад В пустыне Чтобы Исследовать Странный Сигнал Радиопомех Агнес Ушла Куда Чтобы Проверить Животных Я думаю Что Атара Отправится На поиски Выживших На ютку Вблизи Побережья Понятно Короче Все разбежались У вас Была Мягкая Посадка Ха Ха Это Была Ужасная Посадка Похоже Что Инерционная Навигационная Система Была Не в порядке С момента Вылета Из ангара И Все Таки Мы Живы Хорошо Что Случилось С Эпифанией Мы Думаем Что Это Пролетающие Ледяные Кометы С Различной Деформацией Поверхности Из-за чего Бортовая Система Уклонения Не Распознала Их Вовремя Между тем Некоторые Люди Шептались Что Это Мог Быть Саботаж Устроенный Антиклонизационными Организациями Можете Такое Представить Или Может Быть Это Были Марсиане Да Ролл Ха Ха Ой Да Ладно Ну Понятно Тут Ой Это Ролл Приползло Такое Зачто Но Оно Мирное Блин А где Ролл А Вот Короче У нее Куча 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 Так Кровать Я уже Забрал Да У тебя Это Все Я у тебя Забрал Да Можно С ней Поговорить Но Это По-моему Мы с тобой Все Уже Это Обсуждали Ладно Давайте Все-таки Серьезно 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 Нам нужны Основные Так Стой Марик Мы с тобой Не закончили Уже Встречали Туземцы Что О Ты Ты Должен Будь Шутит Это Означает Что Они Первый Разумный Вид С Который Мы Когда-либо Сталкивались Люди Ого Я так Рад Что Отправился В это Путешествие Наши имена Войдут В историю Если Они Не Поубивают Нас Конечно Ха Ха Похоже Что Мы Уже Дрались С Ними Ты Должен Шутишь Вы 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 Я Нашла Группу Выживших На Востоке Оу Так Старик Картер Жив Он Должно Быть Проклинает Шторм Ха Я Бо Чувствовал Себя Гораздо Безопаснее Если Чен Был Рядом Почему Они Не Пришли С Тобой Доктор Картер Хочешь Чтобы Я Основал Базу Для Длительного Проживания Что Ж Если Ты Хочешь Узнать Как Основать Поселение Те Определенно Нужно Поговорить Сатара О Вот Это Как раз Чтобы Мы Узнали Как Нам Основать Поселение Он Специализируется На Этом Он Ушел Куда То На Юг Поискать Выживших На Побережье Давай Поставлю Отметку На Карте Вот Примерно В Эту Область Иди И Найди Его Командир Альфонсо Строит Поселение Только Для Марсиан Я Рад Слышать Что Марсиане Неплохо Справляются Но Этот Высокомерный Дурак Который Думает Что Принимает Важное Решение Это На Грани Нарушения Нашей Директивы Я Не Согласен С Его Планом Изоляции Вы Слышите Как Он Эмоционально Говорит Да Я Конечно Не Настолько Эмоционально Я Как То Не Ожидал Что Он Такой Ярый Националист Но По пути сюда Он Вел С Вполне Дружелюбно Со Всеми Да 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 Как Говорится В Тихом Момуте Чарти Водится Мне Это Тоже Слегка Удивило Вроде Б Весь Смысл Путешествия Сюда Был В том Чтобы За этим Планом По-видимому Стоял Губернатор Скайрайнер И Поэтому Многие Марсиане Его Подержали Понятно Вот У нас Есть Еще Одно Найти Атара Ну И Верочка Давай Мы С тобой Быстренько Переговорим Как Вы Ребята Приземлились Так Далеко Вы Были От Меня Всего На Расстоянии Корпуса Мы Попали В Турбулентность Ава Взяла Управление На Себя И Ты Знаешь Как Она Летает В Общем Мы Не Были Уверены Что Останемся В Живых Пока Не Приземлились Так И Оказались Тут Понятненько Видели Других Выживших Ох Блин Немножко Устаешь Читать Блин Когда Такое Большое Количество Диалогов Моя Тут Девочка Застряла Ладно На Самый Деле Ты Первый Человек Перед Тем Как Мы Вошли В Суб Атмосферу Радиопомехи Не Были Сильными Так Что Мы Смогли Увидеть Несколько Спасательных Шлюпок Позади Нас Атара Был Уверен В Этому Поэтому Он Отправился На Юг Чтобы Собрать Выживших А Потом Агнес И Хитоми Не Смогли Усидеть На Месте И Тоже Пошли И Следовать Наконец Ава Пошла С Радиопомех О Да Здесь Еще Есть Пустыня Но Здесь Много Чего Здесь И Ледники Здесь Много Разных Биомов Ну Не Совсем Большое Количество Биомов Но Разнообразие Присутствует Ава Петр Уши На Запад Они Сказали Куда Точно Они Направились Я Тоже Изучаю Радиопомехи Мне Она Не Сказала Но Может Быть Знает Атара Они Как Раз Горячо Обсуждали Это Место Хорошо На Этой Планете Есть Разумные Тузвенцы Я Думал Что Эта Планета Была Одобрена МКК Что Они Там Лгали Если Они Знали Об Этих Аборигенах И Все Равно Посали Нас На Не Заплатят За Это Я Прилетела Сюда Не Для Того Чтобы Воевать Покажись Ко Мне Что У Тебя Есть У Ух Это Мы Все Знаем 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 Да Мы У тебя По моему Уже Многое Что Понакупили У тебя Помидорчики Есть Водичка Да Мы У тебя Уже Верочка Давай Мы С тобой Закончим Тогда Диалог И возьмем У тебя Квест Как Там Образцы Почвы Я Пока Проверила Только Одно Место Недалеко Отсюда Но Уровень Пэш Почвы Такой Что Мы И ожидали Около Пять Пять Приходит Подходит Для выращивания Многих Культур Все же Неплохо Бы Обзавестись Сульфатом Алюминия Чтобы Понизить Уровень Кислотности Для некоторых Растений Поищешь Его Для меня В свободное Время У нас Скоро Появится Алюминий Мне Сульфат Мне Просто Нужно Добыть Алюминий И сульфат Да Именно Подала Обновление Для Алюминия Так И ожидал Да Ничего Поблизости Нет Хорошо Так Ну что ж Мы с вами Понабрали Заданий Так А Ну я Помню Начнем Наверное С Выполнять Сколько У нас Там Времени Давайте Наверное На этом Сегодняшнюю Серию Закончим И Следующую Серию Мы Как раз С вами Продолжим Тем Что Отведем В Начать Путешествие Найти Атара Очень Хорошее Задание Мне Оно Безумно Нравится И Алюминий Я Наверное Сделаю За кадром Хотя Нет Мы В следующей Серии С вами Найдем И Как раз Добудем Алюминий Всем Огромное Спасибо За внимание С вами Был Тормот Подписывайтесь На канал Ставьте Лайки Всем Огромное Спасибо Всем Пока